Взыскание алиментов на содержание нуждающегося супруга. Тему раскрывает Майя Архипенко, адвокат конторы адвокатов города Фокина. Подробно смотрите далее в сюжете, который выходит в эфир в рамках реализации проекта «Юридические тонкости». Алиментные обязательства супруга вдруг перед другом регулируются Семейным кодексом Российской Федерации. В нем говорится, что при отсутствии финансовой поддержки в браке один из них может взыскать алименты со второго по соглашению или в судебном порядке. В нашем государстве существуют законодательно закоплены алиментные обязательства супругов и бывших супругов. Что касается супругов, супруги обязаны содержать материально, поддерживать друг друга. В случае отказа от такой поддержки, либо уклонения от такой поддержки, предусмотрен судебный порядок взыскания алиментов в пользу нуждающегося супруга. Законом установлены три группы, в пользу которых могут быть взысканы алименты. Это может быть нуждающийся нетрудоспособный супруг, это может быть супруга в период беременности и до достижения ребенком трехлетнего возраста, а также нуждающийся супруг, который осуществляет уход за общим ребенком-инвалидом до достижения последнего совершеннолетия, либо общим ребенком-инвалидом с детства первой группы. Необходимы условия. Условия то, что супруги должны заключить брак законодательно, то есть в установленном законном порядке. Только в этом случае будут взысканы алименты. Необходимо учитывать, что у супруга-ответчика, с которого будут взыскиваться алименты, должны быть необходимые средства для оказания материальной помощи другому супругу. Какой супруг признается нетрудоспособным и нуждающимся? Нуждаемость и нетрудоспособность супруга, требующего алиментов в судебном порядке, определяется как же в других алиментах и обязательствах. Незрудоспособным признается супруг, достигший пенсионного возраста. Это обязательное условие. Либо супруг, который является влитом первой, второй, третьей группы, у которого подтверждена нетрудоспособность, то есть не способен трудиться. Причем момент возникновения нетрудоспособности супруга не имеет значения. Это может быть до вступления в брак, а может в период течения брака. Алименты вправе взыскать не только супруг, но и бывший супруг. После того, как брак уже был расторгнут. Однако, согласно статье 90 Семейного кодекса Российской Федерации, алименты на бывшего супруга взыскиваются только при условии, что ответчик имеет финансовые возможности содержать истца. Бывший супруг также имеет право на взыскание в свою пользу алиментов с бывшего супруга. Тоже определенные категории. Это бывшая жена в период беременности и воспитания ребенка до достижения последнего трехлетнего возраста. Беременность должна наступить в период брака. Это обязательно. Далее. Нуждающийся бывший супруг, который воспитывает ребенка инвалида до достижения ребенка совершеннолетия, либо общего ребенка инвалида с детства первой группы. Также сюда включена категория нетрудоспособный нуждающийся бывший супруг, получивший статус нетрудоспособного до расторжения брака, либо в течение года после его расторжения. А также нетрудоспособный супруг, достигший пенсионного возраста в течение пяти лет со дня расторжения брака. Но при условии, что супруги прожили длительный период времени в браке. Понятие «длительное время» законом не расшифровывается. Однако, исходя из судебной практики, длительным считается брак, продолжавшийся более десяти лет. На что еще следует обратить внимание? При взыскании элементов с супруга и при взыскании элементов с бывшего супруга можно решить все это в досудебном порядке путем составления соглашения. Соглашение о взыскании элементов может включать весь объем, который удовлетворит обе стороны. Соглашение составляется в письменной форме и удостоверяется нотариально. Более того, если супруги в браке, такое соглашение может быть частью брачного контракта. При отсутствии такого соглашения и невозможности договориться полюбовно, вопрос о взыскании элементов решается в судебном порядке. При вынесении судом решения об удовлетворении иска, алименты будут взысканы в твердой денежной сумме. Отметим, что Семейный кодекс РФ не устанавливает срок исковой давности по требованиям о взыскании элементов на содержание супруга и бывшего супруга.